Спасибо. Продолжение следует... Значит, у нас сегодня четвертый урок истории, и мы с вами должны доделать все конспекты и прислать мне. И с этого урока у нас задание будет теперь в Я-классе. Мы достаточно накопили с вами знания, чтобы работать теперь уже там. Поэтому сегодня последний срок сдачи всех ваших домашних работ. И переходим к работе в Я-классе. Насчет домашнего задания все понятно? Хорошо. Если кто-то забыл мою почту, я пришлю еще раз классного руководителя. Итак, начинаем с новой темы. Тема называется «Эпоха просвещения». Не отвлекаемся. Все внимание на экран. Все вопросы только после урока. Тема урока «Эпоха просвещения». Тема урока «Эпоха просвещения». О идеях философов эпохи просвещения и их влияние на общественную жизнь стран Европы в 18 веке. План урока «Эпоха» обязательно нужно написать «Эпоха». Первое по плану урока. Это «Французское просвещение». И третье – это «Французское просвещение». Вот по этому плану сегодня будем работать. Итак, первое по плану у нас понятие просвещения. Дать определение столь объемного явления как просвещение очень сложно. Так как просвещение не ограничивалось рамками идеологии и культуры, науки и экономики. Оно охватывало всю совокупность жизни и быта человека нового времени на этом этапе. Когда его сознание адаптировалось, как бы привыкало к этому времени и ко всем переменам, связанным с ним. Психологию и мировоззрение человека изменили три величайших явления. Можете записать. Это «Возрождение», «Реформация» и «Просвещение». Теперь давайте запишем определение слова «Просвещение». Просвещение – это широкое идейное течение 18-19 веков. Оно связано с борьбой против феодальных порядков за установление царства разума. Новое для вас понятие нужно будет обязательно выучить. И о классе будем работать с понятиями. Просветители принадлежали к разным сословиям населения. Как вы думаете, кто мог быть просветителем? Можете писать в чате. Ученые, священники, духовенство, Алмамбет пишет. Конечно, философы, путешественники. Молодцы, правильно мыслите. Посмотрите. Просветители могут. Дворяне могли быть. Овенство. Простые служащие. Хорошо. Раньше всего идеи просвещения проявились в Англии. Перед вами английское общество. Вопрос. Почему именно в Англии? На прошлых уроках мы проходили с вами, да? Так, самая развитая страна. Еще. Благодаря какому перевороту она стала самой развитой? Промышленному пишет Айдай. Правильно. Внимание на экран. В Англии в стране наиболее передовой и развитой экономики. Наиболее древних и прочных политических традиций. Идеи просвещения появились раньше, чем в других странах. Рассмотрим основные идеи просвещения. Кто же стоял у истоков этих идей? В тетради нужно будет записывать имена просветителей. Джон Лок и Томас Гоббс. Стояли у истоков и здесь просвещения. Итак, давайте посмотрим, чему же они учили. Рассмотрим основные идеи просвещения. В основе их учений лежал рационализм. То есть разумность. Слово «рацион» по латыни означает «разум». Разум – главность жизни человека. Учение – свет. Искать истину, какой бы она ни была. Следующая идея – это ироничное отношение к религии. Человек представлялся просветителем самым совершенным существом на Земле. Так как только он был наделен разумом и способен познать законы природы. Все движения человеческой истории просветители рассматривали как движение человечества от темноты и невежества к познанию законов мира. Вот основные идеи просвещения. Итак, что главное в жизни человека считали просветители? На что человек должен был опираться? На разум. Верно. Джон Лок, давайте посмотрим, какие же он еще высказывал мысли. Что от природы все люди равны. Также он придавал большое значение образованию. И общественное неравенство Джон Лок объяснял тем, что люди родились и воспитывались в разной социальной среде. Посмотрим ценности эпохи просвещения. Значит, первое. Равноправие и свобода каждого от рождения. Моральная свобода личности. Свобода слова. Убеждение. Право на сопротивление угнетению. Недостатки. Невнимание к традиции. Недостаточный психологизм. То есть, не рассматриваются внутренние чувства человека. Третье. Предпочтение отдавалось социальным проблемам. Высмеивание, ханство, глупости, лицемерие и угодничество. Мысль о верховенстве всевластии человека и его разума пронизывала не только социальные учения эпохи просвещения. Она находила отражение в науке, архитектуре, живописи, музыке, философии и литературе. Представитель английского просвещения Даниэль Дефо. Слышали о таком писателе? Что он написал? Какую книгу? Робинзон Крузо. Молодец. Итак, Даниэль Дефо с юности писал множество больших и маленьких книг. Издавал газету, вел политическую деятельность, сочинял дерзкие памфлеты. Памфлеты – это небольшое обличительное полемическое сочинение на общественно-политическую тему. В 1719 году появился роман «Жизнь и удивительные приключения» Робинзона Крузо. Эту книгу быстро перевели на все европейские языки. О чем рассказывается в этой книге? В этой книге рассказывается о человеке, который, потерпев кораблекрушение, оказался на необитаемом острове, на котором провел 28 лет. Но за этими приключениями стояла революционная для начала 18-го столетия идея. Человек может все. Он может одолеть и стихию, и любые невзгоды, если дух его не сломлен. Как вы помните, в конце романа Робинзон Крузо все-таки вернулся на родину. Образ Робинзона Крузо стал примером для многих людей, помогая им обрести уверенность в себе, в своих силах. Следующий представитель эпохи Просвещения – это Джонатан Сфифт. Английский писатель, просветитель, родился в Ирландии, окончил Дублинский университет. Джонатан Сфифт публиковал свои стихи и памфлеты. Мы уже знаем, что такое памфлеты. Началом его литературной деятельности считают сказку «Бочки», написанную для общего совершенствования человеческого рода. Скажите, что написал Джонатан Сфифт? Эту книгу вы тоже читали. Только Айзиана, да? Читала, но верно. В 1726 году был написан роман «Путешествие Гулливера». В своем романе Свифт хотел показать, что усилий только выдающихся личностей мало для изменения жизни всего общества. Необходимо, чтобы люди сами захотели измениться. Смысл романа о смеянии неправильных форм общественного устройства. Значит, меняться надо не ради самой перемены, а во имя блага ближних и своего собственного. Так, мы с вами рассмотрели английское просвещение. Теперь переходим к третьему вопросу у нас по плану. Это французское просвещение. Наиболее яркое воплощение идеи просвещения нашли во Франции. Французское просвещение было в большей степени атеистическим, чем английское. Оно призывало опираться не на слепую веру, а на разум, подкрепленный современными достижениями науки. Просто на разум, да, она подкреплена современными достижениями науки. Представитель французского просвещения Вольтер. Мария Франсуа Аруэ, французский философ, романист, историк, драматург, поэт эпохи рассвещения. Записывайте. У него очень длинное имя. И давайте посмотрим его основные идеи. Вольтер выступал сторонником просвещенной монархии. Добрый король есть лучший подарок для людей. Стоит только просвещенному монарху желать, как в обществе будут господствовать свобода, равенство и собственность. То есть он поступал за короля. Следующий представитель французского просвещения. Посмотрите внимательно. Не забывайте обращать внимание и на портрет. Помните, да, вне класса могут встречаться и такие задания. Что нужно будет узнать личность, да, по портрету. Значит. Шарль Луи Досиком Воронте Монтески. Тоже французский писатель, правовед и философ. Его основная идея – это свобода. В счетах Монтески, быть может, обеспечена только законами. Свобода есть право проделать все, что позволительно законами. Идея о разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную. Ни одна из ветвей власти не может подменять другую. Соединение властей в одном лице ведет к злоупотреблениям и даже к деспотизму. Это основные идеи Монтески. Ещё один представитель против просвещения – Жанжа Круссо. Великий романтик, кем только не был, и лакеем в богатом доме, и учителем музыки, и секретарем графа Монтегю, французского посланника в Венгрии, и, наконец, мыслителем, писателем, композитором и ботаником. Его основные идеи – это появление частной собственности принесло человечеству неравенство, рабство и другие бедствия. Однако не считал возможным уничтожить её и хотел лишь ограничить размеры, то есть уравнять крайности богатства и бедности. Верховная власть должна принадлежать народу, идеал – демократическая республика мелких собственников. Дени Дидро – французский писатель, философ, просветитель и драматург. Автор энциклопедии или толпового словаря «Наук, искусств и ремесел». Его основные идеи – в своих философских воззрениях он был материалистом, отрицал дуалистическое учение. По своим политическим воззрениям Дидро был сторонником теории просвещенного абсолютизма. Вы уже знаете, что такое абсолютизм. Подобно Вольтеру, он не доверял народной массе, не способной, по его мнению, к здравым суждениям, здравственных и политических вопросов. И считал идеальным государственным строем монархию. То есть тоже выступал за королевскую власть. Французская революция и последовавшие за ней наполеоновские войны обозначили конец эпохи просвещения. Век разума завершился и в прямом, и в переносном смысле. Зарождалась новая индустриальная цивилизация со своими задачами и проблемами, со своей идеологией. И домашнее задание. Подготовиться к тесту для класса. И сделать конспект на тему просвещения. То есть по данной презентации вы должны будете сделать конспект. Конспект. Конспект нет, не присылаем. А работу в Я-классе делаем. Работа в Я-классе выйдет в среду. Но все те работы, которые вы не доздали, пожалуйста, пришлите их. Готовимся к тесту. Урок закончен. Всем до свидания. И спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Я отправлю вам презентацию. Берегай.